Военно-политические события тут имеют немножко разношерстный характер и тут надо обратить, Борис Джонсон продолжает свое турне по Соединенным Штатам как частное лицо, он сейчас не при должности, но он встречается с различными политиками различного уровня и ведет с ними переговоры о том, что надо поддержать Украину в плане предоставления нам любых видов вооружения для того, чтобы мы могли одержать победу, добиться перемоги в этой войне с Российской Федерацией. Так что, ну что ж, он действительно остается самым ярым сторонником Украины на сегодняшний день среди такого политикума, европейского политикума. Состоялась пресс-конференция в Пентагоне по поводу предоставления Украине ракет, точнее снарядов, их называют ракетами, ладно, почему-то упорно все боеприпасы повышенной дальности для систем, реактивных систем залпового огня типа Хаймерс или МЛРС, давайте так скажем, для систем МЛРС. Так вот, и представитель Пентагона Патрик Райдер во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, ответил, сказал, что Украина самостоятельно должна, вопрос был в том, будет ли Украина применять эти ракеты и по какой территории. И в Пентагоне заявили, что Украина самостоятельно должна решать, какие операции проводить для освобождения своих территорий от оккупантов. Об этом заявил представитель Пентагона. Также бригадный генерал военно-воздушных сил США отметил, что ответил на вопросы журналистов, предусматривает ли передача дальнобойных ракет GLSDB, использование их для удара по военным объектам России в Крыму. Да, ответ был, Крым это Украина, это международно признанный факт и как бы никто границы Украины не менял, и границы Российской Федерации тем более. Так что, да, есть много разговоров по поводу того, что применять, не применять оружие западного образца по территории России. Мы не ведем, не наносим удары по сопредельным территориям, никаких ударов по Российской Федерации никто не наносит. А вот Крым это территория Украины, поэтому тут все цели легитимны. Кстати, даже Олаф Шольц высказывал там, ну во всяком случае канцелярия канцлера Германии, звучали, что леопарды не должны переехать на границу Российской Федерации и должны остановиться у приграничных столбиков. Скорее всего так и будет, потому что мы выполняем те обязательства, которые берем на себя. Следующая новость это в Киевской области на сегодняшний день правоохранительные органы и государственные органы обнаружили 1369 тел убитых оккупантами мирных жителей. Полторы тысячи, представляете, сколько народа, так это обнаруженных тел. И сколько здесь были всего лишь три месяца, неполных три месяца были боевые действия в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской областей. И вот только в Киевской области почти 1400 тел. Из них, а еще 197 тел граждан остаются неидентифицированными и 300 человек считаются без вести пропавшими, сообщил начальник главного управления национальной полиции. Вот так побывали российские фашисты на Киевщине. И так такое оставили после себя, такую глубокую рану. Правоохранители Киевщины открыли более 10 тысяч уголовных производств по факту совершения преступлений российскими военными на территории области. Большинство производств переданы на рассмотрение следователям службы безопасности Украины. Далее, следующая новость. Это правительство приняло решение о внедрении системы Дельта в силах обороны Украины. Система Дельта – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Там было несколько систем, ну две, которые конкурировали. Было выбрано Дельта. Что это за система? Это информационная система. Это говорит о том, что на сегодняшний день в Украине создано единое информпространство, в котором находится вся разведывательная информация по противнику. Ситуативная. Военнослужащие различных подразделений, различных силовых структур, которые входят, а у нас сегодня все входят в состав силы обороны, взойдя в эту систему, могут получить полную информацию о противнике, который воюет на том или ином участке. Все идет централизованно, все сливается, вся развединформация сливается с линии фронта в эту систему. Вот так работает эта платформа. Это ситуационная осведомленность. То есть по ситуации ты можешь получить информацию в режиме онлайн. Долго очень готовили эту систему, наконец-то она принята. Следующее. Проверки использования денег от Соединенных Штатов теперь будут регулярными. Вот эти аудиторы, которые приехали от США и проверяют сейчас Министерство обороны. И Белый дом анонсировал спецпрограмму на три года. А это значит, что в ближайшее время Соединенные Штаты нам помогут и финансово, и с оружием. Ну я напомню, что Пентагон, вообще-то НАТО разработала программу перевооружения помощи. Программу помощи по перевооружению нашей армии на западные образцы вооружений. Поэтому то, что как минимум на три года продлится программа поддержки со стороны США, мы уже знаем в результате объявления вот таких вот, или введения в действие вот таких вот аудиторских программ. Верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщает, что на 31 января текущего года количество беженцев из Украины зарегистрированных для временной защиты в Европе составляет 4 миллиона 823 тысячи человек. То есть практически 5 миллионов человек на сегодняшний день зарегистрированы официально, как беженцы из Украины. Огромное количество, но будем надеяться, что после перемоги все наши беженцы вернутся домой. И для этого будет целый ряд причин и других факторов. Ну и на пасажок хочу немножко разложить вишенка на торте по пакету помощи вооружения, которое Соединенные Штаты предоставили нам. Это вот в пятницу было объявлено позавчера о предоставлении нам помощи в размере 2,2 миллиарда долларов. На самом деле там пакет чуть меньше. Он реально 2,175 тысячных миллиарда долларов, если быть точным. И пакет состоит из следующих. Вчера я вам назвал основные пункты, что вошло в пакет. А здесь уже более детально. И тут сейчас всех волнует один вопрос – сроки. Мы понимаем, что вооружение идет, помощь идет. Но когда? Когда? Если мы говорим, что сейчас, до конца февраля, Путин постарается выдавить из генерального штаба Российской Федерации максимум пользы, чтобы годовщине вторжения какую-то представить, какую-то победу, то для нас это важно, чтобы эти танки приехали, там, боеприпасы приехали вчера. А судя по тому, как развиваются события, очень много споров и пересудов. И вот я нашел такую информацию, которая более детализирует этот пакет помощи. Так вот, в новом пакете помощи, вы знаете, что есть несколько фондов, по которым предоставляется нам военно-техническая помощь. Есть фонд президента Соединенных Штатов, есть фонд финансовый, который заказывает, через который производится подписание контрактов и заказывается у производителей вооружения. Вооружение – это разные сроки поставок. Итак, в новом пакете помощи вооружения разделилось по программам. Следующим образом. По президентскому изъятию из запасов армии Соединенных Штатов передается вооружение стоимостью на 425 миллионов долларов. Это то, что будет передано сейчас, и оно уже передается. Это дополнительные боеприпасы для Хаймарс, количество тоже не уточняется. Артиллерийские боеприпасы калибра 155-120 миллиметров, 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами для противодействия беспилотникам, 181 машина МРАП, это тяжелые бронированные машины, 250 ПТРК «Джевелин» и 2000 противотанковых ракет «Кни». Противопехотные мины «Клаймора» и саперные заряды, снаряжение для холодной погоды, средства защиты и другое полевое оборудование. Так вот, это все на сумму 425 миллионов долларов, это все приедет в Украину в ближайшие недели, оно уже едет в Украину. Это изымается со складов армии Соединенных Штатов и самолетами везется к нам. А вот программа USAI, это когда вооружение заказывается у производителей и она составляет львиную долю в этом пакете, она составляет 1 миллиард 750 миллионов долларов. И по этой программе сейчас правительство Соединенных Штатов будет подписывать контракты и заказывать у производителя два зенитно-ракетных комплекса «ХАУК», зенитные пушки и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины, а также оборудование для поддержки имеющихся возможностей противовоздушной обороны Украины. Это то, что я вам говорил, они нам помогают создавать глубоко эшелонированную противовоздушную и противоракетную оборону. Есть и для того, чтобы скомпилировать, соединить наши средства, такие как С-300, допустим, и другие там буки, включить в единую систему торы советского образца вооружения, вот необходимо их сделать системой, которая будет их адаптировать, чтобы они могли передавать и получать соответствующую информацию. Далее, генераторы для систем ПВО, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, это, скорее всего, средства радиоэлектронной борьбы, как мобильные, так и переносные, и, возможно, даже стационарные. Это все правительство США будет сейчас подписывать контракты на поставку в Украину. Четыре радиолокационных станции воздушного наблюдения, это дополнительно к тем системам ПВО, 20 контрбатарейных радаров и запасных частей для контрбатарейных радаров, беспилотники Пума и высокоточные ракеты «Прицессион Гудит Рокетс». Вот так, если я правильно прочитал транскрипцию, ну, вы знаете, это английский у меня, как говорил Винни-Пух, хромает. Не знаю, почему, но грамматика, как говорит, хромает. «Оборудование защищенной связи, медицинские принадлежности, финансирование обучения, обслуживания и поддержки». И вот тут возникает, во всем этом пакете возникает один очень интересный вопрос. Где же вот эти ракеты GLC-DB с дальностью пуска 150 километров? Так вот, в ходе брифинга для средств массовой информации в Пентагоне уже подтвердили, что вот эти ракеты на 150 в этом случае, эти ракеты проходят в этом пакете помощи вот под этим названием «Прицессион Гудит Роксет». То есть они будут заказываться у производителя правительством Соединенных Штатов. Поэтому та информация, которую давали, что они там весной якобы прибудут, это, кстати, устаревшая информация, это писал Reuters. И писали они еще осенью. Они тогда надеялись, что правительство закажет. Тогда, конечно, к весне они могли бы сделать эти ракеты. Сегодня, если правительство США быстро закажет, они могут сделать их где-то к концу лета. Во второй половине лета, к осени, они смогут произвести эти ракеты и передать их нам. Вот это правда жизни. И, кстати, даже Reuters уже изменил сроки изготовления и передачи этих ракет. И вот тут же, да. Поэтому единственный вариант, что эти ракеты могут передать сейчас, это если они были изготовлены, хотя бы небольшая партия, была изготовлена производителем, а это две фирмы совместно, Boeing и Saab. Они закончили разработку в 2018 году и сказали, что они готовы приступить к их производству. Прошло, ну это уже пятый год, и только сейчас эти ракеты востребованы тем, что их хотят передать нам для применения по нашему врагу, по военнослужащим страны-агрессору Российской Федерации. Если партии ракет есть в наличии уже готовых, они могут приехать в Украину. Если партии готовых на складах заказчика нету, то тогда мы будем ждать эти ракеты, когда они будут изготовлены, и только тогда, и после этого они будут переданы Украине. Вот это вот единственный такой, очень непонятный пока еще момент, но из всего пакета помощи все остальное я вам перечислил. Что приедет сейчас и что приедет потом. Потом это, я так понимаю, когда будет изготовлено производителем. Когда это будет? Ну, наверное, конец, начиная с конца весны, и далее по срокам вот эта помощь будет приходить от Соединенных Штатов Америки. Ну что ж, вот такие вот военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей с вами страны. Субтитры создавал DimaTorzok